Привет девчонки и мальчишки! В этом видео я покажу как работать с маской на примере текста и так, чтобы этот текст можно было редактировать. Если ты еще не вступил в нашу команду, обязательно подпишись и прожми лайкосик, ведь ты помнишь правило, с тебя лайкосик, с меня видосик. Поехали! Беру инструмент текст и пишу название канала. Меняю шрифт. Это у нас будет монсеррат. Black. Теперь мне нужно изменить дизайн текста. Для этого я буду использовать фотографию или иллюстрацию и применю маску. Давай сразу решим с каким файлом будем работать, это векторный файл либо фотография. Какой? Хорошо фотография, поехали! Для начала открываем фотографию. И кстати смотри, текст у меня не разобранный. Работаем с ним. Открываю фотографию. И переношу фотографию на наш текст. Уменьшаю ее. Еще немножечко. Задумка в том, чтобы буквы имели начинку фона этой фотографии. Накладываем фотографию на буквы. Обязательно для того, чтобы маска сработала, необходимо, чтобы буквы были сверху. В слоях переносим буквы на верхний слой. Все это дело выделяем. Кстати, цвет букв, он без разницы, какой будет. Черный, белый, красный. Это не играет никакой роли. Оба слоя с буквами из фотографии выделены. Заходим в объекты. Обтравочная маска создать. Или же, правой кнопкой мыши, создать обтравочную маску. Нажимаем. Готово. Смотри, что получилось. Мы применили маску к этим двум слоям. Фотография, которая была, стала прозрачной. Но, где у нас были буквы, они как бы стали окном. То есть, мы через эти буквы видим нашу фотографию. Смотри, что мы можем еще здесь сделать. Заходим в слои, открываем группу и видим слой с буквами и слой с нашей фотографией. Выделив ее, мы можем его менять. Менять размер. И так же менять положение для того, чтобы добиться определенного результата. Отлично. Следующее. Почему я показал этот урок? Потому что буквы можно редактировать. Для чего, спросишь ты, это нужно? Смотри, вот ты, допустим, делаешь какой-то дизайн. Сделал, например, плакат и в нем написал заголовок. Вот таким шрифтом. Отправил его заказчику, а при этом ты уже все разобрал, все сделал. Отправил заказчику и он тебе говорит самую популярную фразу. Давай поиграем со шрифтами. И что ты начинаешь делать? Ты удаляешь старый текст, вбиваешь новый, а опять применяешь какой-то эффект к нему. Отправляешь заказчику, он дает тебе обратную связь, говорит, давай попробуем другой шрифт. Опять ты это дело все разбираешь и вот так цикл за циклом ты теряешь свое личное время. Этот способ чем хорош? То, что ты можешь сделать, вот как мы сделали сейчас, не разбирая шрифт. И дальше просто выделяешь полностью шрифт и меняешь его как хочешь. Теперь ты понимаешь, что ты можешь играть со шрифтами бесконечно, затрачивая минимальное время до полного утверждения. Когда все уже утвердится, ты добьешь этот дизайн до конца, все это разберешь, делаешь качественно и отправишь. Все. Дальше можно что-то дописать или убрать, все легко. Опять выбрали инструмент текст, нажали на край текста, чтобы появилась вот такая палочка и пишем. Поставим так черточку и давай напишем, подпишись. Видишь у нас что получилось, черточку у нас видно, да, у него попала часть фотографии. И вот буква П начинается и больше у нас ничего не происходит. Дальше ничего не видно. Почему? Потому что здесь у тебя идут границы фотографий. Давай покажу. Вот видишь? Я навел курсор на границу и ты видишь какой размер у нас фотографий. Вспомним, да, как я говорил, что твои буквы сейчас это маленькие окошечки, через которые ты видишь свою фотографию. Раз у тебя фотография маленькая, то другие буквы у тебя видят просто фон. И для того, чтобы увидеть фотографию, надо сделать больше. В слоях выделяешь слой фотографии. Можешь ее сделать больше, например, вот так вот. Или же просто ее растянуть. И все, через эти буквы ты видишь свою фотографию. Дальше видишь, шрифт у нас не очень красивый, да, получился, подпишись. Мы его поменяем. Выбираем инструмент текст. Выделяем. И меняем. Также поставим монсеррат, который у нас был. И у нас какой был black. Вот. Опять у нас он стал больше и последние две буквы у нас не цепляет. Выбираем слой с картинкой. Так, меняем на инструмент выделения. И растягиваем. Все. Все у нас теперь попало. Давай все вернем на обратно. Сделаем немножко покрасивее. Вот так. Менять шрифт. Размер шрифта ты можешь спокойно. Он меняется вместе. Вот все, что у тебя в группе есть, вместе с картинкой, которая у тебя находится под шрифтом. Все это спокойно меняется. Переживать за это не стоит. Также, если ты его будешь растягивать, ты вместе с картинкой растягиваешь. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо, что посмотрел видео. Надеюсь, оно тебе понравилось. Если да, прожимай лайкосик, подписывайся. И до новых встреч. Пока.